Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной очень интересный проект, но для его презентации мне необходима помощь. Я попросил Елену Николаевну, это заместитель по учебно-воспитательной работы инженерной школы. И она мне расскажет, для чего, собственно, был создан наш проект и что такое инженерная школа? Ведь совсем недавно это была СОЖ номер 16. Вы правы, совсем недавно в августе месяце мы получили такое новое название – инженерная школа. Наша школа достаточно давно сотрудничает с предприятиями города Перми, в том числе и с предприятием, которое, не побоюсь этого слова, является градообразующим предприятием нашего микрорайона. Это НПО «Искра». Наша цель – помочь ребятам определиться в будущей профессии, в том числе в профессии технической направленности. Как здорово! Я знаю, что сейчас очень популярно это направление робототехники, и в вашей школе видно, что как бы это и реализуется. Подскажите мне еще вот такой момент. Сегодня мы участвуем в открытии проекта «Лего-кабинет». Вот есть «Лего» и есть «Школа». Почему в школе стали реализовывать проекты такие, казалось бы, детские, с какими-то кубиками, конструкторами? Или это тренд? Вы ошибаетесь. На сегодняшний момент «Лего» сама компания разработала столько решений, которые можно не только с детьми реализовывать, но и реализовывать с ребятами более старшего возраста. Поэтому для нас это один из самых лучших вариантов, когда мы можем познакомить с различными науками, например, с такими как физика, механика, технология, узнать все принципы их работы и в то же время показать, как ребята могут реализовать себя в этих науках, в этой деятельности, и в творчестве. Поэтому мы выбрали «Лего». Понятно. Скажите, пожалуйста, а сама компания вас как-то поддерживает? Или вы с помощью своих педагогов создаете методические рекомендации? Или это вообще какой-то проект? Работаем именно с решениями «Лего» мы достаточно давно. Нас поддерживает компания, потому что все свои решения, в том числе и методические рекомендации, они нам предоставляют. Но работают с ними именно наши педагоги, осваивая эти наборы, осваивая сами рекомендации, как работать с этими наборами. Сами пока не создаем, но активно участвуем в конкурсах, где используется «Лего». Это здорово. Если есть поддержка педагогов, и они знают, куда обратиться, это ключ к успешному будущему. Конечно. Итак, Елена Николаевна, я предлагаю уже перейти, собственно, к главной теме нашего разговора и открыть этот кабинет. Открывать мы будем его необычным образом, в стиле нашей компании. Конечно же, приклеиванием вот этой таблички на стену. После этого кабинет открыт, и он официально может быть использован вашими педагогами. Давайте это сделаем. Буду рада помочь. Елена Николаевна, пройдемте? С удовольствием. Ну что, вот первые впечатления вы пережили. Я хотел бы услышать от вас, что вы думаете по оформлению. Для меня называется комната Лего, но это комната контрастов. Потому что есть и темные панели, и светлые, и много оранжевого, что у меня лично вызывает большой позитив. И есть такие предметы, которые я не знаю зачем нужны. Расскажете? Конечно. Елена Николаевна, в данном проекте мы сделали акценты. Мы сделали акцентную стену, которая выполнена из имитации кирпича, чтобы привязать натуральность камня к пластиковым кирпичикам Лего. И поскольку на школу инженера нам нужно было связать то, что игры приводят в конечном итоге к постройке настоящих каких-то сложных моделей конструкции. Мы сделали это за счет материала. Мы добавили детство немножко. Вы уж нас простите, но без этого никак. Потому что дети это все равно игра, это импровизация. Для этого мы сделали Лего панель. На Лего панели дети могут либо тематически, либо в процессе вдохновения создавать некие объекты. Другие дети, которые заходят после них, будут продолжать их конструкцию. И в итоге у нас получится общий какой-то очень интересный рисунок. Кроме того, у нас есть одна простая цель. Вы знаете, что когда уходит педагог из класса, класс начинает жить новой жизнью. Когда у детей есть занятие, и они знают, что им можно и нужно им заниматься, потому что это развивает определенные навыки, дети будут строить, а не бегать. Таким образом, эта панель поможет нам больше погружаться в урок и чаще дружить с кубиками Лего. Ведь когда ты знаешь, что все может быть построено и реализуемо с помощью кирпичиков, то жизнь становится веселее, ты знаешь, что ты всего добьешься. Как говорят педагоги Лего, мы должны начать занятие и в конце урока получить некий продукт. Потом его разрушить, чтобы построить новый. Вот эта стенка нам в этом и поможет. Мы с вами понимаем, что мы находимся не в детском саду, а уже в школе, поэтому у нас любая проектная деятельность начинается с планирования. Поэтому мы добавили вам зону, где дети могут рисовать. Это несколько стен. Стена яркая, контрастная, оранжевого цвета, из закаленного стекла, она магнитная. Если нужно, что-то повесили, обрисовали, либо просто используя маркеры, создаем некий план занятия. Поскольку работа будет у нас в подгруппах, то таких зон несколько, две зоны. На основной панели учителя и плюс панель течетач, которая опять же будет вам помогать в реализации задуманных идей. Далее мы не могли обойтись без пола, который все любят педагоги, потому что нужно размещать свои материалы, нужно размещать конструкции, над которыми ведется работа, если это длинный творческий проект. Поэтому опять в зоне педагога мы их добавили. Самая важная задача – это удобство работы с наборами лего. Вся мебель выполнена в белых тонах, чтобы контрастировать на фоне кубиков, чтобы сортировка или поиск деталей был намного быстрее. Потому что мы с вами боремся за время. Чем меньше времени дети потратили на поиск деталей, а больше на конструирование, тем больше успехов мы добьемся. Внизу зоны учителя находится система хранения, где каждый контейнер найдет свое время. Поэтому минимальное время вы потратите на то, чтобы выдать контейнеры детям, и они стали заниматься. У нас есть специальная зона, в которой мы предусмотрели зарядку для оборудования робототехнического плюс ноутбуков. Закрыли на ключ, и все оборудование находится в безопасности. Не нужно переживать, что дети залезли или получили какую-то травму. В этом случае безопасность детей у нас на первом месте. Поскольку класс межпредметный и рассчитан на то, что в нем будет проводиться дополнительное занятие с разными группами детей, вся мебель регулируется по высоте. Это удобно, это необходимо по санпинам. Здесь мы все это предусмотрели. По освещению у нас отдельная история. Мы превратили наши светильники в отдельные арт-объекты. С одной стороны, конечно, кажется, что дети будут смотреть на светильники, а не на педагога. Но с другой стороны, нет. Когда на фоне и основным инструментом вашим является конструктор LEGO, дети смотрят только на конструктор и выполняют те задачи, которые перед ними поставлены. Кроме того, большое преимущество в том, что у вас одна стена состоит из стекла полностью. То есть это окна, которые мы закрыли белыми шторами, которые пропускают свет. Потому что в Уральском регионе света, к сожалению, не хватает. Таким образом, помещение получилось ярким и интересным с точки зрения педагога и мотивирующим с точки зрения ребенка. Поэтому самое важное, что мы хотели сделать, чтобы дети хотели приходить в школу и заниматься на этих занятиях. Занятия оставались для них желанными. И, конечно же, успеха инженерной школе и в реализации проекта LEGO кабинетов. Спасибо, Александр. Все те новшества, которые вы сюда внесли, и панель для проектов, и там, где можно будет прописать все свои инженерные мысли, мы ребятами будут и учителями, и педагогами востребованы. На ура! Огромное спасибо! И действительно, кабинет очень светлый, очень много. Света даже, ну, как будто совсем в другом мире мы оказались на сегодняшний момент. Ребятам, думаю, что очень понравится. Ну, и, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Дорогие друзья, сейчас по щелчку пальцев мы перенесемся немножко вперед. Для чего это сделано? Для того, чтобы наши слова не были голословны. Посмотрим через неделю реальную работу в этом кабинете. Дорогие друзья, сейчас по щелчку пальцем. Дорогие друзья, сейчас по щелчку пальцем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова